ну что привет интернет у нас сегодня очень 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 такая самобытная если знаете дорогие друзья есть вот люди подключены к непонятные вообще планеты к нам прилетевшие то есть вот я ел ел тебя я вот как-то так вижу причем никто не понимает что это за планета но ела бехер она очень органично себя вот в своем этого на планетном качестве чувствует и я очень хотел с тобой поговорить потому что ты про творчество ну мы много о чем сегодня будем поговорить его привет я люблю смотреть когда его работает если вдруг кто не в курсе хотя таких я думаю что немного но его сделала помимо прочих своих достижений его сделала очень на мой взгляд серьезный проект один из немногих на наши там и не знаю эстраде да там каком-то в шоу бизе да то есть это очень такая это даже тяжело назвать живой команды как кабарету кабарет на какой-то вот кино и немцы и вот его что-то хедлайнер его вообще там как это мать-организатор ну отец основатель мать-организатор то есть и мать их таких коллективов очень мало ты мне скажи ты как вообще вот к этому ко всему пришла вообще давай оттуда начинать как 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 ты как это у вас так получилось туда это жаждовать до революции начинать вот память как творчество учитель занесло ты и откуда вообще то есть почему так то есть ты вот кто по образованию у меня вот сейчас сразу вопрос возник как к самой себе с какой же все же планеты я всегда чувствую себя абсолютно земным человеком абсолютно земным нет во мне ничего марсианского инопланетного мне кажется но кто не может быть нет с одной стороны я знаю ты прагматик там и очень четко то ведешь бизнес и молодец да то есть это все понятно но в то же время ты умудряешься жить он с какой-то этой своей симфонии да то есть и причем она у тебя с годами не теряется не рассасывается ты мне скажи давай вот про образование я журналист журналист я журналист по образованию очень 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 давно ушла из профессии и слава богу вот потому что все таки журналист пусть пусть мои коллеги меня простят но не лучшее дело все таки это не раскроет мысль то что не лучше ты вот раз у меня усказала ты же сейчас понимаешь что куда вообще пришла мне у него не лучше понимаете вот сейчас надо быть блогерами до писать всякую хрень но тебе-то что я очень хорошо себя в этой как это сказать одежде чувствую на то есть как у которой вот-вот убийца об стенку а во-вторых у блогера меньше спросу то есть я же не учился там на журналистов пять лет не ходил там понимаешь то есть мне мне это ни к чему я это мое хобби мне нравится да то есть я это мой мультиблог я вот мне прикольно встречаться с людьми и задавать им вопросы да то есть ну ну а журналистика это вот прям это уже серьезно но скажем так я очень уважаю обозревателей то есть людей которые говорят о том что знают обозреватели так как правило не журналисты а специалисты в определенной области которые могут нести информацию да например о музыке или о медицине и так далее а что же касается журналистов дилетантов по большому счету да во всех вопросах то это такой ненужный флот мне кажется но может быть нужный но в стране где по сути нет свободной прессы да такой независимой скажем так независимой негосударственной разобраться нет можно можно но да но если если мы говорим про серьезные сми да там про телевидение радио и так далее то там все новости они такие определенно с хорошей редакцией да то есть здесь я не знаю для чего но работа журналиста она скажем так я люблю обозреватели не очень люблю журналистов тебя что все удачный опыт работы в афиши я знаю что не было главы этом и ты вообще абсолютно мне кажется попал куда-то вот туда куда тебе было надо то но дело в том что я все же считаю себя там не журналистом потому что я попала в среду да я была главным редактором некоторое время афиши я попала в среду и я была в теме мне это было очень интересно мне было интересно все что происходило на центре на театральной сцене на музыкальной сцене мне это было интересно и важно встречи с артистами с которыми по посчастливилось делать интервью и и так далее я была в этом как рыба в воде и но совершенно гармонично себя ощущала в роли редактора и человека который во всем этом крутится но потом поняла что все что я делаю там это классно это очень интересно но мне как человеку не около творческому все-таки да все же больше человеку который хочет что-то производить гораздо более интереснее быть в процессе нежели писать о процессе творческом то есть здорово общаться с музыкантами но еще лучше писать песни да здорово писать о песнях или а музыки пишешь песни да конечно конечно ему прямо прямо вот пишу я отпишу песни точно так же точно также да точно так же как и с кино история у меня сейчас сложилось то есть а кино интересно писать и кино интересно смотреть но как она сижу меня тут это завораживает вот она его она также и на сцене вот она выходит она не делать никогда резких движений и вот она я не могу этим своим глубоким голосом из глубины евы раздаются вот эти звуки боже мой зал загипнотизироваться но вот это спокойствие евы оттеняется всегда и и вообще абсолютно там безбашенной пробитой команды которые веселиться мальчики классные маша же веселюсь ты давно меня не видела я очень застал вот этот период видимо было спокойнее ты сейчас уже вот колбасишь я очень сильно да все все хуже и хуже про кино про кино я про кино не сказала вот очень также интересно и мне гораздо интереснее быть в процессе нежели наблюдать за процессом то есть у меня уже было несколько про нет я снимаюсь в кино как актриса это безумно интересно ой но это там все в коже это был пулемет гатлинга это было очень тяжелое огнестрельное оружие слушает вот но вот очень скоро выйдет проект сергея зимова он продюсировал новое кино это фильм наш казачный да однажды в детском доме он не могу сказать что на процент на сто процентов он сделано в казахстане потому что во первых актерская команда международная там есть корейские ребята есть актер из польши из бельгии актриса я играю повариху в детском доме тетку такую классную толстую лизу я специально для этого фильма поправлялась на десять килограмм у вас актерская задача поправится режиссер режиссер руслан богомадов российский чеченский режиссер и наша серия кабишев молодой совсем режиссер и сценарий написал и раклик верикадзе если ты знаешь лунный папа смотрел фильм где чулпан хаматова снимается это тоже его динами вот но в общем очень интересная команда очень очень наконец-то я в кино начала говорить это так но раньше я просто ржала взрывалась и взрывала вот сейчас это вообще здорово кино захватывает конечно же но если будет стоять выбор между кино и музыкой конечно на первом месте все же музыка так ты в смысле и вот как вот как ты пришла к тому что вот тебе надо из это петь выступать на сцене но я понимаю что журналист это весьма такая шустрая профессия которая там предусматривает коммуникацию с большим количеством людей но все-таки выйти вот как ты как ты выходишь при большим на сцену в этом платье своем не знаешь у меня ты мне вот и не помню года два назад как нанесла эту травму психологическую прошу я помню такой могучий такой вот абсолютно такой такой платье в пол и я помню тебе какая-то шляпа еще была такая там соседи безумной при бомбаса бил стоит это и делаю и и я лишь тебя знаю понимаешь я вижу что это совсем какой-то другой человек и почему поймает про иную планету туда летаешь и не знаю что и уже не замечаешь может быть просто я не вижу грани да может быть но она она же всегда была музыка в моей жизни просто с каждым годом и все больше и больше сейчас мне такое ощущение что музыка везде я ее слышу я пишу я пою песни я ее слушаю я сейчас занята в проекте который целиком полностью завязан на музыке x-фактор да я в наставниках это странно для меня да да она ханом все же там ты его на воде сезон я думаю лет десять ты уже серьезно музыкой занимаешься этого только на моей памяти на самом деле с детства не ну можно да на самом деле с детства да ты ночью это было фортепиано в школе музыкальной детстве да это было детство но это был хор это были какие-то вокальные группы это скажи почему у нас так мало нормальных коллективов вот таких дерзких крутых вот как у тебя вот то есть мы сейчас не ругая кого-то мне просто вот тенденция вот стоп нормальных это не значит дерзких нормальных крутых могут быть разные ребята разных форматов абсолютно разные вот проблема в чем я считаю эта проблема большая проблема проблема в том что наша эстрада вообще казахстанская сцена телевизионная сцена которая пока не имею какой-то но определенной причастности потому что но был какой-то пунктик по этому поводу не снимали не писали этом не делали клипы может быть час мы этим будем заниматься но не было нужды что ли какой-то вот но казахстанская сцена большая беда казахстанская сцена что все же на эстраду выходят продюсерские проекты не артисты а проекты проекты это беда проекты как правило создается для того чтобы зарабатывать деньги продюсеру ну и немножечко тем кто в этом занят это первое логично это первое это главное артисты на мой взгляд это люди которые не могут не выходить на сцену это люди которые должны быть там потому что у них есть определенная миссия есть дар есть они плане поцелованные не знаю кем-то может быть да и есть определенная миссия и социальная в том числе до делать людей счастливее заставлять их думать чувствовать открывать сердце вот что-то такое для меня артист это все-таки не проект не продюсерский проект поэтому вот сейчас я очень рада что я попала вот в этот проект x-фактор как наставник и я там не одна и у нас могут не совпадать мнение с моими коллегами они не совпадают сейчас да это нормально вот но я абсолютно точно рада что я могу каким-то образом хотя бы одна из там нескольких голосов но я могу подать голос сделать аф если мне что-то не нравится или напротив поддержать ребят которые должны выходить на сцену но по моему ощущению но на мой взгляд да да вот я вижу выходит артист их мало среди тех кто приходит их правда мало это может быть единицы из тысячи до или сотен тысяч до но они есть и если будут проекты вот подобные до этому проекту где как бы там люди не говорили что все куплены все к абсолютно никаких нет нет никакой возможности заплатить и прийти в проект они в обманешь зрителей это невозможно невозможно в том-то и дело вот и это удивительная вещь что благодаря вот каким-то вот подобным может быть проектом выходят на сцену артисты дай бог чтобы они были услышаны дай бог чтобы они продержались и нашлись люди которые бы их поддержали может быть уже нормальные продюсеры скорее музыкальные продюсеры или авторы которые бы помогли писать им песни а удивительно среди этих ребят еще находятся те кто не просто поют и выходят на сцену но еще и пишут свой хороший материал и я сейчас пристально наблюдаю за теми кто уже прошел отборочные туры и вот те туры которые уже отснятые вот то что сейчас можно на первом канале евразии увидеть да я пристально наблюдаю за теми ребятами которые мне интересны неважно в чью команду они попадают потом в мою ли в команду нагимы или норбергена но чтобы они не делали и вообще все то что зависит от меня я думаю от любого здравомыслящего человека который мог бы что-то сделать для них я думаю это прям вот наша задача дать им дорогу и поддержать их вот этих ребят немножечко перевернуть вот эту сцену и вот эту ситуацию правильно абсолютно единственно давай вот вот я продолжу то что ты говоришь это классно что появились такие проекты потому что на раньше творческому человеку на вот который вот он чувствует этот мальчик или девочка что вот ему надо да там но алгоритмов конкретных очень мало да то есть ну понятных то есть так куда ему идти чего ему делать да тут он пришел он может показаться и кто-то вот увидит в нем вот эту искру и все пошла дорога но ты же понимаешь сколько этому человечку там молодому еще предстоит всего вот ты уже я не знаю там от открутившись в этом во всем там я не знаю лет пятнадцать да то есть и вот давай об этом поговорим вообще с одной стороны сейчас ведь уникальное время да что сейчас любой человек может взять фотоаппарат да и посеять в youtube и на самом деле там не надо на голос ходить если что там стоящее споешь то ты вирусом там полыхнешь ну ну много таких было да там прецедентов что кто-то знал там от грангом ставил да что там ну что-то прямо такое неземное понимаешь ну вот он попал туда да то есть и все пол планеты до сих пор пляжу понимаешь что это такое причем это все за месяц раз вот посредством интернета смотреть за месяц полыхнуло вот так вот вопрос какой что как вот этим ребятам на которые занялись творчеством да вот с твоей точки зрения как им дальше идти вот по этому пути непростому ну ладно щас от поют они понимаешь вот не ну мы же понимаем ну что там там добрая половина да то есть из этого проекта да она останется на улице лишь по той простой причине что у нас это инфраструктура это нету кому подбирать то особо ну это и дело в том-то и дело да у нас все на уровне зачаточном естественно но это нормально у нас все во всех отраслях практически на этом уровне чтобы ты вот поспоминала как тебе было не просто идти поэтому они просто не просто всегда и всем чем бы ты ни занимался не важно музыка это или это создание какого-то интернет проекта всегда непросто да или это я не знаю любая другая область деятельности человеческой или это медицина нужно много-много лет учиться и что-то просто нужно пахать всегда и не останавливаться да будет много вариантов когда покажется что все нужно завязывать кому-то действительно нужно завязывать на самом начальном этапе если кто-то не понял и и холодный душ который он получил там с отказом допустим в проекте или где-то еще это на кастинге где-то для кого-то этот холодный душ но не сработал но пусть еще этапа обжигается да может быть не заметили может нас многие вот ребята солисты наших вполне успешных команд которые работают которые на рынке востребованы они ездили на голос вот на российский они тупо кастинг там не прошли хотя норма это люди а отпахавшие на сцене там уже ну там я не знаю тоже под десяточку на то есть и ну вот успешный проект дьянка шарапова да она там в полуфинал там уже вышла просто могу тебе не влюбился ну как там было я не знаю но но я знаю за кадром что многие ездили у нас оказывается вот живых команда я слышал это ребята но как бы и вот тут тут тоже а я знаешь что с одним вот я разговаривал парнем да не буду значит туда поехал не с алексеем неважно то есть я будет туда поехал ты что туда хотел принести просто вот как ты кавер и научился петь ты че туда принес вот у тебя что есть окромя офигенного умения петь кавер это круто но это вот тут на свадьбах прокатит а когда ты хочешь на большую сцену да то есть условно говоря ты вот говорила же какой-то миссии глубина она берется там много где то то есть и и какой-то чтоб волосики от тебя зашевелились вот вот где но это не каждому же не каждому можно быть офигительным красавчиком есть такие ребята выходят на сцену но все при них все там накаченные подкаченные все чистенько с интонацией все такое все классно трогают но ниже пояса может быть разные же артисты бывают так то и просто веселит это тоже должно быть поднимать настроение но я сейчас говорю немножко о других людях об артистах которые без которых никак нельзя просто никак нельзя да бог об артисты которые должны вести за собой вот вот таких гораздо меньше да они гораздо глубже не все может быть сразу понимают что это такое здесь причина ведь какая почему некоторым ребятам и не стоит ехать на голос и так далее да там не просто нет глубины там возможно есть фальшь фальшь я не говорю сейчас об интонации да то есть я не говорю о нотках правильных да не всегда это беда фальшивая нота самая большая беда артиста это фальшивые эмоции фальшивые чувства это вообще фальшь на сцене когда они не всегда делают то что нравится или делают откровенную коммерцию или делают то что и как им кажется должно понравиться большинству зрителей да вот это фальшь самое главное поэтому почему я говорю про артиста артист должен быть лишен вот этой фальши должен избавиться просто от нее должен быть честным и настоящий артист очень четко знает что такое что такое настоящее и что такое фальшь он просто отличает да как это отличает и людей ведь не обманешь ну а тем более экспертов которые я дала эксперты искусственный драйв они все понимают да там просто абсолютно допустим случай с живой командой да ну вот мне как видится там просто вот торкает не торкает это же легко то есть ну я не знаю вот это до тебя дотронулось или не дотронулось то есть не надо там музыки разбираться то есть ты стоишь там тебя подбрасывает подпеваешь то есть это вызвало у тебя вот это какой-то твой резонанс или не вызвало так вот а еще такой интересный вопрос вот у тебя бывает по 16 мероприятий в месяц да нет больше ну вот хорошо 20 да там неважно да то есть ну это много уже это очень много и ты мне скажи ты каждый раз выходишь на эту сцену да то есть по логике которая ты говорила ты каждый раз отдаешь там очень много ну вот а тогда где берешь потому что это же там и там же и беру где отдаю в зале там же и беру чем больше отдашь тем больше получишь это точно работает вот нужно не бояться отдавать вообще что опять же чем бы ты не занимался чем больше отдаешь тем больше получаешь иногда бывает конечно непробиваемый просто зал но у нас не самая простая публика в казахстане не самая легкая аудитория у нас люди закомплексованные зажатые с кучей ну они неправильно ориентированы да что я имею ввиду что я имею ввиду но обычно это говорят в другом контексте нет я говорю о воспитании вкуса нет нет я толерантно ты это знаешь абсолютно я не об этом я не об этом ну во первых сам понимаешь чем у нас людей кормят из телевизора как правило ну окей смотрят но это ты не смотришь я не смотрю а регионы смотрят а регионы смотрят это Алма-Ата немножечко другая чуть-чуть совсем немножко отличается регионы смотрят телевизор и причем разные каналы вот люди смотрят телевизор тоже люди слушают радио люди конечно же уже приобщились к тому что дает гораздо больше возможностей и выбора да к интернету естественно но все же телевизор работает и что там про зрителей давай ну зритель к сожалению к сожалению оно так всегда было недостаточно развит образован музыкально может быть да вот ну и ладно это не беда но здесь про комплексы все же речь то есть если мы говорим о каком о мероприятии каком-то возьмем корпоративное мероприятие даже концертное да безбашенный коллектив знаешь он у среднестатистического человека он должен легкую отороп то вызывать мне кажется это нормальная реакция это нормально да ненормальная реакция это она сейчас такая спокойная она выходит со своими этими маньяками ненормальная реакция это когда сидит это большой коллектив и поглядывает на руководство да когда там дергается глаз и все такое и когда люди зеркалят просто руководители да вот снял он галстук и они сняли галстук да вот вышел он на танцпол да не дернуться бывает такое это просто зажатые очень коллективы вот с такой жесткой какой-то корпоративной да атмосферой но а у нас во многие так независимо от того где они работают вот мы видим что происходит в залах но все же все же достаточно теплая аудитория там просто на корпоративах первый час не нужно от них многого хотеть а через час они вот уже могут все что угодно кстати там шефов бьют у нас на корпоративах тоже бывает да я прям видел вот то есть кто-то пародирует как он галстук снимает как ты же зеркалит а кто-то уже и в лоб может ударить там корпоративные тараканы у нас очень сложные то есть ну это и везде я думаю очень сложные там же большой такой вот этот микромир там свои законы ну что я тебе это все рассказываю ну сейчас не об этом но у нас зритель немножечко все-таки закомплексованный у нас не самая легкая правда публика вот и к сожалению к сожалению к большому достаточно закрытая к новому публика потому что но опять же это проблема наших артистов вот мы например выходим мы поем все что угодно мы поем много своих песен я говорю про авторский материал и конечно может быть любимые чужие по-своему как-то сделаны что-то такое да но ведь у нас как правило артисты трусливы как правило и очень многие просто делают кальку со всего что уже когда-то сделано боятся делать свое боятся выносить свое у нас концертные площадки как таковые отсутствуют в городе да артисты которые выходят на сцену трусливы держатели этих якобы концертных клубов тоже трусливы потому что чаще всего приглашают именно кавер команды вот люди видимо от того что нет опыта слушать много нового они очень настороженно воспринимают все что им пытаются дать но непривычное да но когда это такое удивительное чувство когда ты понимаешь что заходит твоя песня заходит и ты видишь где-то в зале человека который шевелит губами и повторяет текст а эта песня нигде не записана а она вообще написана месяц назад и на нескольких площадках она была просто назвучала человек повторяет твою песню шевелит губами это невероятное чувство и вообще удивительно когда заходит твоя песня вот это такой большой кайф вот я очень хочу чтобы музыканты артисты авторы стали более смелыми ты знаешь я думаю им скоро вот поможет допустим тот же кризис то есть это хорошее кризис же он вот который сейчас в эвент сфере наступил мне кажется это знаешь такая очищающий ветер то есть сейчас все вот кто боялись им половине станет уже не страшно потому что ну уже надо тогда вообще будет просто распустить коллектив да то есть и потом рынок вот я как себе вижу наш ивентовый рынок он очень вырос вырос в чем вырос именно зритель вот то что ты говоришь тяжелый зритель ну я наверное соглашусь но он тяжелый он от того что он чего он не видел уже понимаешь то есть удивить нашего зрителя который часто ну такой вот который везде там ходит что-то смотрит очень сложно то есть и как бы в некотором тупике сейчас находятся наши там коллеги да вот в эвент сфере что нужны какие-то новые решения нужны какие-то новые подходы вот нужно вот прям совсем новое творчество почему твой коллектив он стрельнул и до сих пор в топах находится да потому что такого на рынке вообще ничего не было объединить живагу с каким-то перформансом с каким-то театром это просто ну никто этого и не делал и смотри ну вот уже же десять лет бэкер замечательно работает все это видели все это понимают что никто даже ничего похожее не сделал ну нет почему же пытаются что у нас там театральных артистов нет вон их сколько хочешь да что костюмы тяжело пошить и что музыкантов достойных нет да все есть ну вот это вот все как-то правильно там скомплементировать да то есть там понимаешь это вот уже как наверное вот в этом и есть ты мне скажи другое с этим более-менее понятно мне вот интересно тебя послушать о чем вот здесь вот происходит с творчеством потому что вот по моим ощущениям ну это даже вот многим людям очевидно смотри вот писателей же очень мало появляется да вот книг да вот каких-то новых то есть де-факто мы перечитываем ну какие там новые там появились ну там единицы то есть смотри да каких-то прорывных музыкальных проектов тоже очень мало каких-то театральных проектов ну у нас вообще театр да там кроме артишока я так понимаю его особо нету да то есть но как бы смотри какой-то сейчас интересная ситуация с творчеством происходит ты вот слышишь это вообще вот эту тенденцию ну вот мало чего вообще-то всего живых но все же что-то происходит молодец ты оптимистка нет это понятно все же что-то происходит ну да мы в более спокойном болотце живем нежели например москвичи но туда стекаются все все лучшие все самые интересные отовсюду другая причина у нас вообще в принципе проблема в том что здесь рынок все все вообще неправильно почему живут продюсерские проекты почему радиостанции и телевизионные каналы готовы брать за деньги материал потому что это для них один из способов заработка не наоборот за ротацию ну за ротацию деньги да они не за аудиторию и не за рейтинги борются но берите классное берите хорошее берите лучшее вот не берите за деньги ребята тогда и продюсерам будет сложнее проталкивать откровенное извините меня дерьмо да потому что ну так-то схема работает вот объявил кастинг набрал там телочек кучку вот написал песенку да у нас песнюшечку песнюшечку какой-нибудь сделал аранжировочку потом бьешь себя в грудь и говоришь что это круче чем у меладзе ну да да есть такие продюсеры да у нас же известные вот которые прям за своих артистов но извините меня нет их понять можно заплатил снял снял клипчик заплатил денежку все зашел артист на рынок и продюсер работает собирает эту денежку обратно вот откладывая денежку на следующий проектик опять песнюшечка опять кастинг опять там телочки или там чувачки ну кто там пацаны ребятки ребятишки вот неважно все работает расслабились телочки разогнали набрали других вот и так далее вот это все все вот это продюсерская вот это вот да да и вот ведь беда то есть если бы у нас все правильно работало как например хотя бы в той же москве а еще лучше как как не в москве да да когда идет дикая конкуренция стоп стоп есть возможность попасть в эфиры есть возможность ходить ножками приносить качественный материал главное чтобы был контент какой-то да который можно продвигать и можно попасть на телевидение и на радио и все такое и многие так делают да конечно это не так просто как кажется может быть да но это возможно это возможно я знаешь против чего вот не ну вот мне что не нравится да ну я согласен да там вот ввиду того что российский рынок он больше нашего он просто ну там в 17 раз да потому что ну вот они городов миллионников да там 16 или 17 да то есть естественно что артист объезжает в тур по россии да то есть он собирает ну совершенно другие деньги там совершенно другой уровень у телевидения другой охват но у нас там все в 10 раз меньше да то есть это объективно меньше чем в 10 раз меньше ну как бы население меньше в 10 раз вот я так примерно рассуждаю но я вот знаешь чем не согласен я не согласен с тем что у нас можно делать хорошие продукты да то есть и никто тут не мешает этого делать понимаешь то есть не мешает да но но с другой стороны я вот их я не понимаю чего не делаю да то есть вот и день денег же хватает на этом рынке то есть даже вот в той же той индустрии там денег достаточно да вот как ты говоришь сделал продюсер пара вот этих коллективчиков они ему принесли денег они нормально ему денег принесут то есть и он может эти деньги уже вложить чуть серьезно да то есть зачем серьезная когда есть отработанная схема я же тебе говорю у нас беда сцены наши это продюсерские проекты это коммерческая просто тупая коммерческая сцена где нет артистов где если они есть то их очень мало но можно единицы какие-то имена вообще назвать тех людей которые действительно пришли потому что они артисты потому что они создают потому что они должны быть на сцене да не не по желанию человека который на этом рынке зарабатывает создается тот или иной коллектив а вот вот они сами или вот он сам вот как голым жандом например модно за одну но он же в молодец но он же до таких есть там там есть и ну там очень там самобытные ребята но я буду но но все же в основном в основном это в казахоязычном контенте да то есть не только но почему не только ну да ну хорошо ну зови мне хоть одного артиста который вот успешно работает на русском языке ну вот кто это то есть дело тут не в русском языке я и я вот хочу это четко да вербализировать ну я вот просто ну ну я его не очень знаю понимаешь слушай я вот сейчас вот тоже подумала я ведь не вижу и не слышу молодец вот и был единственный большой артист которого никто я думаю уже не не просто не превзойдет который работал и на ту и на другую аудиторию вообще за за пределы казахстана давно вышел в силу своей величины я прорабатор естественно ну да ну да конечно вот это единичный случай да да это такие а такая редкость но я думаю что все же есть потенциал я не хочу складывать руки я не хочу чтобы люди опускали свои крылья вот люди которые могут что-то делать и творят я думаю что просто нужно дать возможность тем артистам и и вселить веру вот в тех артистов музыкантов и авторов которые все же могут создавать но которые почему-то не верят в эту систему вот нужно проломить эту систему да и надо надо объяснить что система везде мне кажется одинаковая да и там проломить будет ключевое слово везде да на любом рынке да хорошо поедет в лондон ты там будешь проламываться там это еще в разы сложнее да там условно где-то в америках нужен ли ты там вообще конечно да то есть какая разница то есть это мне кажется ну такая очень ну там вот это падали и подымались там ключевой месседж ты будешь падать подыматься падать подыматься и вот тот кто привыкнет собственно падать и подыматься и для него это станет нормальным состоянием он в конце концов наверное и взлетит уже куда-то я дам я думаю что просто надо не останавливаться нужно бить вот в одну в одну цель до нужно идти если ты хочешь что песни слышали их нужно петь если ты хочешь чтобы о тебе узнали нужно просто выступать вот возможности записывать и продвигать что-то да искать людей которые будут единомышленниками всегда находятся поклонники творческого человека которые могут чем-то помочь там бесплатные фотосессии каким-то там видео и так далее да вот и конечно у меня большое желание чтобы музыканты артисты объединялись ну в какой-нибудь профсоюз может быть да потому что что он будет делать мысль забастовки на то и устраивать а вот я знаю что сегодня мы не работаем на свадьбах да и все козешные с вами нет нет дело не в этом я вот почему везде надо работать все и люди везде благодарны и да нужно петь везде абсолютно я не об этом ну немножечко как-то регулировать отношения музыкантов и например и венторов немножечко регулировать отношения музыкантов и например держателей музыкальных заведений потому что музыканты бьются они часто это такой незащищенный ты хочешь чтобы заведение повысили гонорары музыкантам ну это от музыканта зависит я думаю всегда в индивидуальном порядке можно договориться я сижу там условно хозяин клуба да то есть я взял эту команду да я говорю ребята работайте я могу заплатить вот сколько я могу заплатить сейчас какой-то приходит слышь ты профсоюзный деятель говорит слушай а что два раза гонорар не увеличить стараются же ребята устают пьяные люди там вокруг у них какая травма психологическая но я я не об этом совершенно не об этом совершенно просто опять же о воспитании до зрителя потому что как правило к артистам в в нашей стране ко всем артистами не говорю только про музыкантов я говорю и про актеров в театральных и я обо всех артистами отношения как совсем уж обслуживающим и персонала не надо есть на мероприятиях знаешь а вот это да кстати тоже да я я сколько работаю понимаешь мне приходят артисты и это нас будут кормить это первый вопрос понимаешь не надо есть на мероприятиях то есть первое о чем спрашивать нас будут кормить или нет точно не надо нет но стоп есть бытовой райдер у артиста нет брайдер я знаю что да но я знаю что понимаешь меня не спрашивают суши о чем успеет как нас работа кормить будут чему потом удивляемся что относится как обслуживающий персонал но в общем в любом случае нам надо я так понимаю воспитывать и публику и артиста да у нас все все немножечко не да не в себе в этом смысле все чуть-чуть все чуть-чуть не знают как как ориентироваться и я поразилась в прошлом году есть ты знаешь что такое коллизиум коллизиум да вот вот сейчас будет конференция большая в москве есть целая организация которая занимается как раз образованием менеджеров музыкальных артистов музыкантов и так далее да знакомит их помогает ориентироваться в продвижении вообще во всех вопросах организации концертов так далее да любые вопросы связанные с организацией именно связанные с музыкальной индустрии вот что удивительно вот сейчас вот на этой неделе она будет проходить в москве все по плану да в эти выходные я к сожалению не успела своего директора отправиться у нас накладки большие там с мероприятиями не получается выехать наташи нашей в этот раз но я удивилась очень сильно в прошлом году когда впервые это событие было в алмате в прошлом году был полупустой зал то есть наши известные музыкальные продюсеры наши менеджеры наши даже и вендоры которые как-то связаны с этим наши музыканты которым это край как необходимо просто совершенно глупым образом проигнорировали это событие приезжали невероятно крутые люди приезжали организаторы известных мировых фестивалей до которые собирают там миллионы людей тысячи миллионы вот приезжали очень крутые серьезные чуваки слушаем но мы сидим дома и мы не идем и мы не хотим учиться тоже не слышал это что мне бог понимаешь не это не моя проблема это проблема организаторов это мероприятие потому что уже в уфа поле на нахожусь и очень много да это тоже было не нужна и от него рода проблема скорее всего просто но не донесли нормально люди потому что у нас вот не говно конференции не не может быть не объяснили ее крутости важность на час потому что информация была просто она была эти артисты уже люди они уже запутались куда им ходить надо куда не надо потому что у нас сплошной событийный маркетинг вообще не перестала им это самое интересное да что у нас куча тренингов до всяких разных курсов так далее нет но это правда серьезно было очень крутое событие я удивилась отсутствию интереса у моих коллег здесь вот кстати голымжан младеназар там был вот он пришел и сидел и слушал все эти лекции и все это записывал конспектировал и знакомился со всеми здесь были единицы где были все остальные наши музыканты где были продюсеры где были промоутеры где были руководители или программные директоры музыкальных станций и так далее это три дня три дня было подряд это было в будни продюсеры колба это было в будни все в курсе как мы работаем поэтому организаторы уж этой конференции точно в курсе как все происходит у нас вот поэтому это было в будни это было в прошлом году почему никого не было я удивилась опять же да вот смотри расскажи мне где артисту можно осмысленно выучиться быть артистом у нас окроме ну я вот например да я не знаю какой у нас есть академия жургенова там учат быть артистом есть странная конечно но у нас есть специальные учебные заведения конечно же у нас есть если мы говорим про классическую музыку да то у нас есть консерватория у нас есть музыкальная академия в астане что у нас есть странно-джазовое училище у нас есть куча у нас есть куча образовательных центров я молчу про музыкальные школы которые есть в каждом районе слушайте ребята если вы хотите чтобы ваш ребенок что-то получил уже сейчас то если ему есть 5 или 6 лет узнайте где у вас ближайшая музыкальная школа и отведите знаешь слава сколько стоит в месяц обучение ребенка в музыкальной школе в которую я вожу своих детей государственная детская музыкальная школа номер 9 5000 в месяц всего тенге 6 уроков в неделю два урока сольфеджио на урока специальности хорроритмика ты понимаешь люди просто не знают или ленятся или могут повезти не туда куда надо повезти например там в какую-нибудь какому-нибудь репетитору или частному педагогу куда-то они просто не знают что это есть у нас существует у нас существует куча бесплатного бесплатных образовательных центров у нас до сих пор есть это говорят что ничего нет и все коммерческое неправда неправда врут все нагло врут есть дворцы культуры где есть бесплатные бесплатные зо там бесплатное моделирование шахматы казахский язык до народные ансамбли песни танцы все такой есть я тебе уверяю то есть особенно если мы не там не берем совсем прям уже золотой квадрата где очень много коммерческого всего что не разберешься а мы вообще в целом берем город и вообще любую любой город странный возьми все это есть просто люди не знают ну и тут еще тоже тонкий момент мне кажется не все же хотят очень многие родители я не уверен что они хотят чтобы их дети были артистами но это понятно уже своих начала таскать я вот знаю уже с детства ты сможешь чтобы они были артистами я хочу чтобы они по возможности максимально были развитыми и образованными да чтобы они получили все что может быть артистами ты хочешь чтобы пусть они решают сами пусть решают я точно так же хочу чтобы они серьезно занимались математикой и точно так же хочу чтобы они учили языки и потом нашли свое да и чтобы потом они все поняли кто они и у меня старший сын тоже учился в музыкальной школе вот тоже выступал на сцене в детстве и снимался в роликах телевизионных и все что угодно и озвучил радиорекламу а сейчас он учится в медицинском университете в Томске в СИБГМУ да и он пошел в науку и и слава богу что он нашел свое я не знаю определился он окончательно или нет но он выбрал эту профессию он поступил сам поступил на бюджет получает там стипендию повышенную вот учится это неплохо что в свое время в Томске поступить своей башкой да еще на стипендию там же конкурс космический сумасшедший вот но ему совершенно не помешало то что он учился в музыкальной школе что он занимался спортом что у него есть там какой-то разряд по по плаванию и каким-то другим видом спорта да совершенно не не мешает ему не его школьное образование не его дополнительное образование почему нет детей надо развивать и концепция вот развитие воспитание там развитие детей это нужно давать им как можно больше они потом сами пускай выбирают вот знаешь какая беда у ребенка потом постарше уже потом я знаю какая беда большая да какая беда у тех детей которые хотят но не могут потому что в свое время родители не разглядели не дали возможности развить что-то вот слушайте родители включайтесь потом ваш ребенок вырастет и скажет вот почему вам вот я хотел быть артистом ну к примеру а ты почему-то решила что я должен быть бухгалтером и ты не отдала меня в музыкальную школу есть ведь правда очень талантливые дети которых уже сейчас нужно для кого-то это просто для общего развития но чтобы гармонично развивался ребенок да вот для кого-то да но мне кажется музыка если совсем там медвежонок на ушко не наступил до никому не мешает но правда никому не мешает очень развивает очень развивает и более того совсем другая среда там зайдите в музыкальную школу посмотрите на этих деток они другие они другие они лучше и чище они более одухотворенные вот поэтому я не удивлю сейчас если ты песню запоешь на то слышу голову на этом мы захочем заплакали вдвоем нет нет то что ты говоришь ты молодец то есть у тебя есть четкое понимание этого вопроса этого но это очень здорово а все таки я вот давай из тебя попробую услышать какая вот вообще вот картина вот мира то есть ну и вот как как ты это все видишь учуще с вообще происходит тут именно в плане творчества да то есть потому что его сейчас сейчас понимаешь сейчас выпустили вот этого непонятного джин из из бутылки интернет и он он смешался на все карты он смешал копирает сейчас копирает вообще непонятное понятие там до периодически что-то закрывают бросают но все равно фильм выходит в кинотеатрах там я не знаю через через четыре дня он выходит через три дня он в плохой копия через две недели он уже в хорошей копии везде висит то есть можно смотреть сколько хочешь да то есть непонятно как вот ты написала песню да то есть написала сделала альбом как ты будешь на этом зарабатывать абсолютно мне непонятно то есть у тебя один путь выступать там я не знаю на корпоративах там на каких-то мероприятиях как тебе это будет монетизировать мне не очень понятно нет кто-то зарабатывает выкладывает на платные сайты и так далее но сейчас ты знаешь что они закрыли этот отдел с дисками совсем я знаю что сейчас носители вот физически гораздо конечно же меньше приносят денег нежели уже нет они физически то есть скачивание это конечно же да найти уже этот проигрыватель с диском проблема если честно но но большие любители музыки это большие любители бумажной книги они готовы тактильные ощущения сам сидит понимаешь нет не по не про диски в например сейчас в россии на большинокруппная игра да скажем так ну ладно москва питер а сейчас очень активно развивается развиваются например рекорд компаний которые выпускают альбомы на виниле и и винил разбивается на пластинку да пластинки и это нормально но это для эстетика это удел маленького количества но все же у меня общая но все же мы говорим про да цифровые носители и про то что да скачивают дай бог ты написала альбом стой бог даст все наверное да абсолютно тебе дадут вот я я другом ты написал нет ты написал альбом и вот как ты это будешь монетизировать ты мне так и не объяснил я же даже указывать что сейчас начали люди любить пластинки хорошего детку вы пусть хорошо я я я тоже учусь это же сталкиваюсь с этими вопросами некоторые из них превращаются в большие проблемы да вот которые нужно разруливать в итоге да но все меняется меняется сейчас все же в пользу авторов наконец-то закрываются бесплатные доступы на некоторые ресурсы в контакте закрыли скоро скоро все будет иначе да я надеюсь что все таки в пользу ничего не изменится это интернет уже все эти гуджина они не загонят и нет но тем не менее наш там 10 вот этих правообладающих студий то есть им что-то надо я не знаю чего им делать да я не знаю что тебе делать с твоими песнями я смысле я почему об этом говорить то начинаю что эта тема интересная но интернет уже ни в какие бутылки никто никуда не загонят понятное дело понятное дело но я думаю что на смену этим технологиям придут еще какие-то другие и авторы и люди которые производят и продают может быть ту же самую музыку начнут смогут чуть иначе более серьезность защищать свою работу да какая-то музыка ну я думаю есть технологии но в любом случае в любом в любом случае клик забанят в любом случае взять например артистов warner music да россия да попробуй найди там что-то поскачивай или ты многих артистов песни просто не скачаешь на бесплатных сайтах просто не скачаешь потому что либо там до половины либо сразу выходит запрет вот их значит их менеджеры или их представители стали про титанической работы да понятно что молодым музыкантом тем кто только начинает им гораздо сложнее и не факт что это правильно сейчас запрещать скачивать свои вещи что-то еще для кого-то для кого-то нужно до чем больше продвигаешь то есть ты потом будешь это как-то монетизировать и сняла сделать так чтобы тебя узнали может быть в этом есть больше плюсов извините меня гениальный продюсер земфира и и логутенко да он в свое время максимально распространял это все да там кассеты поездами что-то еще то есть сначала нужно чтобы тебе узнали потом начинаешь считать деньги вот главное чтобы вовремя ты успел зарегистрировать авторские права и все остальное и чтобы кто-то за тебя это не сделает тоже проблема отдельная вообще тема отдельного разговора сейчас об этом не хочется я обжигалась да я лишалась прав на собственные произведения да и сейчас я но что-то что-то восстанавливаю что-то да что-то новое конечно же привожу в порядок регистрирую но это вот наше раздолбайство и до безграмотности я же тоже не все знала и очень легко к этому относилась того ну что кому это надо кому-то надо слушайте ребята просто ты едешь в такси и слышишь на каком-то на какой-то волне не нашей не нашей волне свою песню в исполнении чужого артиста а у ху 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 а сюда приезжали представители там какого-то продюсерского центра заключали с тобой якобы какой-то договор ты давал какие-то песни у тебя намечались какие-то отношения и тут уже твою песню кто-то поет ты никаких прав не имеешь никаких доказательств что-то еще разбираться это что-то конечно веселое вот нужно тем людям которые творчеством занимаются тоже не стесняться получать образование хотя бы на тех же самых тренингах конференциях и так далее учиться и не бояться спрашивать я вот как-то тоже думаю что мне кажется этому не знаешь кажется что многие они не осознают что это серьезная профессия что но знаешь вот на юриста надо пять лет учиться она музыканта ну вот фига на него учиться вот я же в караоке умею петь но взял микрофон как спел он и совсем не соглашусь нет совсем я же знаю что происходит у меня в группе например лишь у нас ребята музыканты учатся гораздо больше чем все остальные потому что это сначала музыкальная школа потом это музыкальное училище потом это консерватория потом еще дай бог аспирантуры и так далее почти каждый из тех ребят которые у меня в команде получал специальное образование учился очень долго почему тогда он должен работать бесплатно конечно же нет то есть люди должны понимать что эта профессия и за это надо платить вот конечно случаются исключения у нас команде новый гитарист это как раз вот то самое исключение потому что человек учился на доктора учился в медицинском университете но он играет на как бог и у него нет он не знает нот но нет нет он слухач он вообще удивительно то есть он но ты не читает но как бы но это самородок ну такие вещи вытворяет вообще он очень крут вот и да у него конечно уши вот такие огромные уши но слухач да это что он воспроизводит многие к нам приходили мы устраивали кастинг и нам нужен был гитарист мы меняли гитариста в команде мы устраивали кастинг к нам приходили люди которые имеют образование которые долго долго учились везде и многому подожди но они быстро спрошу никак а у тебя живая твоя ну грубо говоря твоя команда там но если взять за сто процентов и вот уже 10 лет на сколько процентов коллектив обновился на 50 на 50 то есть а 50 как начали вот так и работают да но я же знаю что уже в живых вообще командах текучка вообще бешеная и ты это знаешь да у тебя такая стабильность ну понятно деньги с деньгами все хорошо а вообще я знаю что от команды же у нас постоянно собираются разбегаются то есть там это всегда больной вопросы сложный очень вопрос очень сложно найти своих людей поверить в людей очень сложно это всегда проблема в любом коллективе не только среди музыкантов правда кадры это такое что тогда есть звезды не всегда звезда в составе будет это хорошо да если есть звезда кроме кроме звезды которые уже есть да и это две разных совершенно истории да это не всегда хорошо правда вот очень важно чтобы люди совпадали и шли на компромиссы находили общий язык очень важно чтобы каждый занимался своим делом я сейчас просто молюсь на нового человека который пришел в команду в качестве директора я ведь не занимаюсь сейчас я не менеджер нашей группы я не занимаюсь я очень-очень уговаривала бросить ее все остальное и прийти чем-то другим опять же занималась да она по образованию актриса потом она ушла фитнес-бизнес очень продвинулась там потом ушла в ресторанный бизнес и там все было очень хорошо да творческий человек и вдруг вот вот так это он был шаг навстречу я просто очень доверяю этому человеку это моя подруга и я никого не видела вот в этой роли мне очень повезло потому что я нашла похожего на себя человека я искала такого человека который бы просто понимал меня с полпинка и вообще просто даже не нужно было ничего объяснять и это здорово и и я нашла не каждому артисту удается найти агента концертного директора пока недолго вот и уже очень хорошо мнение я очень рад что у тебя это случилось руки развязались более основного актеров практика показывает что директоров надо там спустя год хвалить лишь годик надо пережить вот елочки учатся то есть потому что ну людей вот время все понятно единственный критерий оценки это все-таки такое большое это время и тут дело не в том что я уже чувствую разницу уже чувствую разума по организации по всему и ребята чувствуют разницу это так здорово вот нужно да нужно нужно не бояться все-таки водить но я очень долго присматривалась я очень долго искала человека я очень боялась что в команду придет человек который больше все-таки в той бизнесе нежели творческий да я очень боялась что зайдет тот кто делает ту самую то есть кую коммерцию да и это будет от ас вообще что то то есть мы в этом погрязнем нет слава богу слава богу все иначе сейчас очень часто в клубах ты всю жизнь их выступал а сейчас у тебя прям афиши прям что его на тоже афиши сама делает ну вот молодец я прям вижу какие качественные хорошие ты же понимаешь всю жизнь ты писала так мы сегодня в жести поем прошу не как-нибудь тогда слышать и же появились не ну ефчик я я за тебя очень рад да я искренне люблю вообще вот твой коллектив потому что но он всегда вот очень необычных да то есть и мне знаешь еще что нравится вот как с тобой разговаривали ты не сказала у меня есть 50 сценариев проведения мероприятий да там или сотни да это ну ты вот молодец ты ездишь вот по вот этим курсом понимаешь ты учишься ты растешь ты шьешь костюмы у тебя там на костюмы описывая только на дни да там сколько денег уходят потому что все давно не шили но все же пускай будет стыдно да вот я тоже стою на этих позициях что нужно постоянно расти если ты ну пришел в какую-то любую профессию а нельзя стоять на месте да то есть это что вы его так развиваетесь как создать он лишь целый директор появился на кино и немцев появился директор то что всегда было его с грустным взглядом уставшим и слава что ты ну что ты прекрати понимаешь то есть а тут вот уже какой-то другой будет человек это очень хорошо очень интересно было с тобой побеседовать мы уже час поговорили серьезно вот все говорят я не занялся ты достал всех со своей часовой программы я им объясняю там этого помещается непонятно понимаешь то есть мы мы не обо всем поговорили я понимаю внутри программы это незаметно блин понимаешь этот час то есть а вот он лишь вот ты вот чувствуешь вот когда ну ничего это слушай мало будет мы вторую серию снимем хорошие новости до телевидения но вот это собственно можно снять этот картавый ведущий запрекает кого угодно можем снять сериал сериал да давай тебе всего хорошего успехов увидимся с тобой там на сцене это очень хорошо давай спасибо спасибо